Библейский портал экзегет.ру представляет 81-й псалом для библейского портала «Экзегет» читаю перевод российского библейского общества. Предыдущий 80-й псалом такой хороший, прочный, уверенный, как скала такая. «Да не будет у вас иных богов при лицом моем», говорит Господь своему народу, ну прямо как в заповедях, да, и подробно объясняет, я вас увел из Египта, если вы меня будете слушать, почитать, то у вас все будет хорошо, а вашим врагам я отомщу. Других богов нет, нет других богов у вас. 81-й говорит, да нет, их довольно-таки много, этих других богов. Как? Что с этим делать? Вот давайте его прочитаем, потом будем эту загадку пытаться разобрать. Очень люблю этот псалом, он абсолютно непонятен. Псалом Асафа, еще один. «Встал на божьем совете Господь, среди богов произнес приговор. Да коли будете творить суд неправый, оправдывать злодеев?» Музыка. «Защищайте бедного и сироту, за смиренного и нищего вступайтесь. Вручайте гонимого и бедняка от рук злодея, спасите его». Не поняли, не уразумели, они во тьме ходят, пошатнулись основания земли. «Хоть я и сказал вам, вы сыны Божьи, все вы дети сыны Вышнего, но вы умрете смертью людей, как земные владыки падете». «Боже, воспрянь, будь судьей земли, все народы владения Твое». Вот последний стих простой, все понятно. «Боже, восстань, будь судьей земли, все народы владения Твое». Это везде псалтири встречается. Все хорошо. Призыв к Богу осуществить свой суд на земле. О чем все предыдущее? У нас есть некий Божий совет, да, Боги на нем присутствуют, Господь произносит на этом совете приговор. Он их упрекает за то, что они творят неправый суд, оправдывают злодеев, защищают бедного, не защищают бедного и сироту, а должны бы это делать. Ага. Наверное, богами он здесь называют судей, да. Судьи, правители, ну, они думают о себе очень много, они себя богами считают. Более того, в Египте, например, фараон, божество, да, так все считают. Вот совет богов, это на самом деле совет богов в кавычках. Вот всех этих богов Господь позвал на такое совещание, всех этих правителей, царей, судей, князей, и говорит им, что о себе вообще думаете. Не поняли, не уразумели, они во сьме ходят, пошатнулись, основание земли. Основание земли, ну, вот земля понимается, как такой плоский диск, который стоит на каких-то основаниях, они шатаются, и землетрясения от этого бывают. «Хоть я и сказал вам, вы сыны Божьи, все вы сыны Вышнего, но вы умрете смертью людей, как земные владыки, падете». «Вы умрете, как земные владыки», говорит бог, кому? Ну, значит, неземным владыкам, раз он с ними их сравнивает, богам, языческим богам он это говорит. Более того, сыны Божьи, сыны Всевышнего, это обычное такое определение, которое дается языческим богам, и что с этим у нас будет? Вот что он признает существование других богов? Очень странная история, да? Можно, наверное, понять это так, что, вообще-то говоря, этот псалом ответ на предыдущий псалом, где говорится об уклонении Израиля в язычество. Кого мы называем языческими богами? Ну, единого мнения нет даже, скажем так, в христианской традиции. То ли это фантазии людей, то ли это демоны, которые выдают себя за богов, то ли это, может быть, обожественные какие-то деятели великие прошлого, какие-нибудь там Гераклы был, очень могучий человек, а потом его назвали там сыном Зевса, да? Ну, человек был он реально. Кстати, Гильгамеш — это исторический персонаж, царь, который был в древнем Шумере, а потом из него сделали вот на две трети бога, на одну человека. Мы не очень понимаем, кто это, но для язычника эти боги реальны, да? Для израильтян, которые уклоняются в язычество, эти боги реальны. И вот смотрите, Бог говорит, не уклоняйтесь в язычество. Ну, а если вы уже уклонились, если вы уже там? И вот он собирает всех этих богов, кто бы это ни был, да? Но для людей это реальные личности, сущности. Он собирает на суд, и о чем он говорит? Что это вы со мной равняетесь? Нет, он нам говорит, а как вы вот действуете? Вы не защищаете бедного и сироту, вы творите неправильный суд. Что такое язычество? Это не просто неверное представление о мире духовных сущностей, да? Это прежде всего извращение общественного какого-то договора. Договор с Богом, завет с Богом — это не просто богословская абстракция, это как надо устраивать жизнь на земле, вот когда справедливость попирается, когда язычество принципиально отвергается, милосердие принципиально отвергает правосудие, то все рушится, шатаются основания земли, а вы хотите, чтобы ваша жизнь в Израиле не шаталась, чтобы ваше царство устояло, чтобы ваш храм стоял на прежнем месте, когда вы так себя ведете, да? Все трясется, земля рушится, и у вас все рухнет, безусловно. Так что на самом деле здесь трудно даже сказать, к кому он обращается, и к земным правителям, и к многобожникам, к язычникам, которые верят в этих самых богов. А что интересно, Христос скомментировал этот псалом, он дал такое толкование, вы сыны Божьи, это обращено ко всем людям, к которым обращено Писание. То есть сыны Божьи — это люди, слушающие Писание. Понятно, что здесь Божьи с большой буквы, что здесь Божьи — это сыны Бога. То есть, смотрите, еще один смысл в этом псалме. Люди, которые слышат Божье Слово и следуют за ним, они становятся Богу своими сыновьями, ну и дочерями, если это женщины, детьми Божьими они становятся. Они занимают то самое место, которое приписывается неверно языческим богам. И вот этот совет богов, довольно странное такое совещание, становится вдруг советом людей, следующих за Всевышним. Да, то есть они занимают место этих языческих богов, если они ведут себя соответственным образом. И смотрите, вот предыдущие псалмы, они говорили о том, что Израиль уклоняется в язычество, с этого начинаются его беды, ему надо отказаться от язычества. А 81-й говорит, не напрямую, но это вполне ясный вывод, вы не просто должны отвергнуть этих самых языческих богов, вы должны занять их место. Вы должны творить справедливость, суд, вы должны определять судьбу своего народа, при этом слушая голос бога, при этом следуя за ним, при этом выстраивая жизнь по завету с ним. И тогда вообще не станет вопроса о том, почему у вас все нехорошо, потому что вы будете теми, кто это хорошо будет созидать. Вы на самом деле сыны Божьи, вы сыны Всевышнего, а не вот эти идолы, которым вы иногда следуете. К сожалению, бывает не всегда так, точнее сказать, так оно обычно и не бывает, и поэтому 82-й будет таким военным, боевым псалмом о том, как надо воевать с врагами, о том, как Бог поможет, надеемся в этой борьбе. Субтитры создавал DimaTorzok